В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Спасти и сохранить экологию. Проблема со своевременным вывозом мусора в Махачкале и Каспийске остается сложной. За жизнь без террора. В правительстве республики в скором времени рассмотрят вопрос ужесточения закона об ахабистской и иной экстремистской деятельности. Упорная борьба за почетные трофеи. Женская сборная Дагестана поиграла Кубок России по пляжному рыбе. Обо всем подробно прямо сейчас. 8 человек, среди которых 1 ребенок, за неделю погибли на дорогах Дагестана. Всего, по данным ГИБДД, в республике зафиксировано 29 аварий. Различные травмы получили 39 человек. Трое из них – дети. По статистике, главной причиной ДТП остается грубое нарушение водителями правил дорожного движения. Несмотря на регулярные призывы к дагестанцам, на дорогах остаются лихачи, которые подвергают риску не только своей жизни, но и лишают жизни других людей. Так, например, произошло в минувшие выходные на проспекте Акушинского в Махачкале. Водитель BMW X5 влетел в Volkswagen, за рулем которого была женщина. С ней на задних сиденьях ехали две девочки. Одна из них скончалась в больнице. Вторая госпитализирована с травмой головы. Проблема со своевременным вывозом мусора в Махачкале и Каспийске остается сложной. Жалобы на зловонные гниющие свалки поступают с разных районов Махачкалы. Отходы вывозят крайне редко и, учитывая погодные условия, они становятся рассадником для различных инфекций. Такая же картина наблюдается и в Каспийске. Возле мечети Фадхулислам в квартале Каменный карьер образовалась гора мусора. И это не единичный случай. Каспийчане просят администрацию обратить на эту проблему внимание. Напомним, что 14 августа Сергей Меликов поручил до понедельника ответственным структурам навести порядок в системе вывоза мусора в городах Махачкала, Буйнакск и Кизляр. Существенных изменений пока не наблюдается. Дагестан попал в топ-10 регионов по числу бронирования посуточных квартир для туристов. Такие сведения представил сервис «Авито-путешествия». Согласно анализу, россияне активно бронируют жилье в республике на август. В среднем путешественники планируют провести в регионе около пяти ночей. А снять квартиру обойдется в 3300 рублей в сутки. В Каспийске прошло мероприятие «Битва за Кавказ». Более 10 тысяч человек посмотрели историческую постановку. Для представления использовались техника и вооружение времен Великой Отечественной войны. Событие было посвящено 79-й годовщине победы в этом сражении над нацистскими войсками. Зрителям была представлена культурная программа. Тематические площадки, мастер-классы, угощения наполнили фестиваль. Все присутствующие могли проникнуться героическим духом защитников и получить яркие эмоции. В правительстве республики в скором времени рассмотрят вопрос ужесточения закона о ваххабистской и иной экстремистской деятельности на территории Дагестана. Поручение о его актуализации дал глава региона Сергей Меликов. Как отмечают эксперты, применение этого закона на практике позволит в полной мере пресечь попытки распространения радикальной идеологии в обществе. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. К сожалению, это не кадры из голливудского экшена. Это суровая реальность. И теперь, увы, это печальная история нашего края. Страница, которая испачкана кровью. Нет! Дагестанбул будет! А это 1999 год, когда боевики хотели прорваться в Дагестан. Те же лозунги, то же прикрывание религией и агрессия. Благо в тот момент основная часть дагестанцев дала понять пришельцам извне, что их идеологии здесь не рады. Мы первые в стране, кто на законодательном уровне начал вести борьбу против радикалов. В том же 1999 году был принят закон о ваххабистской и иной экстремистской деятельности на территории Дагестана. Но прошло много лет, и о существовании закона будто забыли. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов напомнил и дал поручение в ближайшее время его проработать. Предлагаю в ходе осенней сессии проработать закон, на который, кстати говоря, в предыдущие годы Виктор Савчук уже имел ряд протестов, потому что не соответствует он федеральному законодательству, и проработать этот закон номер 15 от 22 сентября 1999 года с целью внесения дополнений или переработки его содержания и приведения его в соответствии как с федеральными нормами законодательства, так и с возможными дополнениями и включением сюда для обязательного исполнения ряда тезисов, которые характерны для нашей республики. Печальные события 1999 года показали, что закон о запрете ваххабизма был необходим всегда. Но, как отмечают эксперты, его размытая формулировка не в полной мере позволяла пресекать деятельность радикальных течений в регионе. Сейчас его актуализация как никогда оправдана. В нашей стране и так хватает внешних угроз. Допускать дополнительные просто неприемлемо. Нужно в окупе с федеральным центром привести вообще понимание слова ваххабизм. Потому что это, как бы, раньше считалось, что это официальная идеология королевства Саудовской Аравии. И, как бы, что между государствами вопросы не возникали, как бы это слово не трогали. Но вся деятельность, идеология, которая придерживается именно этого названия, ваххабистской, это и насильственные изменения конституционного строя. И все, что касается терроризма, экстремизма и так далее, все, что в федеральном законе экстремистской деятельности говорится, есть в действиях и в поступках, в намерениях этих людей, которые придерживаются именно этой идеологии. Дагестанцы хотят жить в мире без убийств, терактов и беспорядков. Наше общество большинство не поддерживает идеологию, отравляющую мы людей и подвигающую их на насилие. В былых десятилетиях мы уже от этого натерпелись. Повторения истории никто не хочет. Мы живем в Дагестане, все видели, к чему это привело. У нас кроме фитна и войны, они ничего не принесли. Закон очень нужный. Его давно надо было, а не сейчас. Ислам, он наоборот, доброте призывает, хорошему призывает. Нам зачем радикалы, непонятно, смута какая-то. Так много фитна сегодня. Хотелось бы, чтобы все жили в здравии, чтобы мир был на земле. Даже почту не оставляют, чтобы она у нас в республике, чтобы была, к примеру, у нас есть соседняя республика. Там никто даже не заикается об этом. Это болезнь в последнее время. Надо запретить полностью, искоренить. Как вы считаете, необходимо ли этот закон актуализировать, чтобы он актуальный был, а запретил актуализировать? Я считаю, да. Мое личное мнение и по окружающим вижу, и по своим этим, по родственникам, по всем. Даже вот когда дома обсуждаем, мы считаем, что нужно. Только в этом году было предотвращено 110 терактов, а за участие в их подготовке были задержаны более тысячи человек. И это в государстве, в котором уже побеждали терроризм. Попытки нарушить порядок в стране все еще принимаются. Поэтому и меры обеспечения безопасности должны быть соответствующие. Когда этот закон был принят, уже на гребне этого закона мы укрепили свою безопасность. Произошло на основании этого закона перерегистрация многих религиозных организаций. Уже силовики получили некое право проверять скопление людей, какие-то клубы, сообщества, проверять литературу и так далее. Его надо укрепить, этот закон, дополнить и сделать так, чтобы у общества и у власти были законные возможности и права пресекать любую экстремистскую деятельность на стадии ее формирования, на стадии ее созревания. Сегодня не секрет, что молодым людям пытаются навязать ложную идеологию, идущую врозь с истинным вероучением посланников Всевышнего. В соцсетях активно ведут свою экстремистскую деятельность некоторые блогеры, предследующие цель подорвать единство общества в стране и вызвать волнение среди народа. Делают они это смело, потому что за рубежом и нет возможности привлечь их к ответственности, но те, кто здесь, должны понимать, что следование за радикальными идеологами ни к чему хорошему их не приведет. У нас сейчас молодежь в подавляющем большинстве образована, она все это понимает, поэтому тот, кто злонамеренно идет на нарушение, естественно, ему придется отвечать. Простому человеку, который живет своей обычной жизнью, или молодому человеку, который учится, постигает науки, бояться нечего. Поэтому общество должно поддержать подобные инициативы, поскольку оно отвечает нашей безопасности. Дагестанцы – мужественный народ, но справедливый и далекий от радикализма. Так было, есть и будет, хотя предатели найдутся везде. Но у каждого свой путь. Кто-то посвящает свою жизнь принесению пользы обществу, а кто-то губит свою судьбу, преследуя коварные цели или позволив обмануть себя. У каждого есть выбор. Важно не ошибиться. Есть ли для нас, верующих, повод для беспокойства в связи с ужесточением этого закона? Ведь, по сути, он направлен на то, чтобы провести границу между теми, кто следует истинным религиозным принципам, дошедших до нас от пророка Мухаммада, миром и благословения, и между теми, кто учиняет террор, массовые убийства и беспорядки. Остается задаться вопросом, на какой стороне мы? Вот и все. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И в завершении выпуска о спорте. Женская сборная Дагестана выиграла Кубок России по пляжному регби. Соревнования за почетные трофеи проходили в Москве. Борьбу за победу вели 8 команд. Подопечные тренера Магомеда Гаджимагомедова провели 3 успешные встречи на групповом этапе. На стадии плей-офф наши регбистки были сильнее клуба «Варяг» из Новгородской области и взяли вверх над сборной Татарстана. Финальная встреча со счетом 5-4 обыгран Ростов ДГТУ. Футболист Гамед Агаларов близок к переходу в Махачкалинское «Динамо». Информацию о возможном переходе нападающего из Грозненского «Ахмата» подтвердил президент клуба Гаджи-Гаджиев. Детали сделки пока неизвестны. По некоторым данным, 24-летний форвард уже проходит медосмотр в Махачкале. Гамед Агаларов играет в грозненской команде с 2022 года. Напомним, что по итогам сезона 2021-2022 годов воспитанник дагестанского футбола с 19 голами становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Он также привлекался к матчам за молодежную сборную России. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова